Жители деревни Пущино на Наре одержали победу. Нечистоты с расположенных по соседству ферм раньше текли к ним на огороды. После вмешательства местных журналистов аграрии изменили русло дурно пахнущих стоков и теперь отходы сельхозпредприятия обходят стороной дачной участки. Однако в итоге нечистоты все равно оказываются в Наре. Самое главное, что у нас на участке ничего не идет. Понятно, и течет оно теперь в Нару. Владельцы садов, огородов и сантетик-стильщик этой весной вздохнули с облегчением. Длившаяся несколько лет война с животноводами акционерного общества «Дашковка» принесла результаты. Сегодня участки дачников, на которых люди с любовью выращивают клубнику и огурцы, не затапливаются вонючей жижей. А еще год назад здесь можно было увидеть вот такую картину. Вот как вода бежала. Вернее, не вода, не чистоты. Вот видите, следы. Запах чувствуете? Вот как у нас ферма на участке ночью спускает свое говно. Мириться с беспределом дачники не стали. Обратились за помощью к журналистам. Репортаж по местному телеканалу принес результаты. Животноводы изменили направление дурно пахнущих стоков. Отходы производства теперь не текут в огороды дачников. Однако запах от расположенных рядом ферм ощутим. Поскольку из нечистот здесь образовалось целое озеро, которое обычно после дождя растекается по специально вырытым каналам. И дальше все это благовоние течет в нару. В этом году у нас все было сухо. Первый год уже, да? Первый год сухо, да. И получается, как в элементарной школьной арифметике. Слагаемые поменяли местами, но ведь в результате сумма не изменилась. Вред окружающей среде по-прежнему наносится. Поскольку руководство ЗАУ Дашковка, судя по всему, опять решило сэкономить. Вывозить отходы с территории ферм, как это делали предыдущие арендаторы, пока не собираются. Надзорным органам наведаться бы в САНТ-тиксельщик, чтобы довести дело до конца. Ждут инспекторов и в поселке Большевик, где в последнее время воздух портит все та же пресловутая Дашковка. По осени только бывает. Когда-то я начинаю, да, по весне, наверное, когда мы смотрим, там все перегнили. Со своих многочисленных хранилищ сюда свозятся гниющие овощи и фрукты. Жители близлежащих домов буквально пьянеют от запахов. Не улучшают качество воздуха и канализационные стоки, с которыми старые очистные поселка, постоянно выходящие из строя, не справляются. И течет все это опять-таки в нару. А глава Серпуховского района, апартаменты которого располагаются недалеко от навалов гниющих продуктов, все кивает на полигон Лесная. Хотя у самого под носом образовалась настоящая свалка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова